привет друзья два вопроса важных во первых зачем мне там позвонил человек написал него сапи вот если вы занимались в этом многим занимаетесь и разносторонний такой талантливый пишите книги там и картины там кстати вот юдор моя картина на это и уже много-много лет какая она замечательная я тогда еще рисовать не умею но вот представляете а если бы вы начали заниматься говорит какой-то новой деятельностью вы бы тоже добились успеха а я ему написал вот сейчас о чем я сообщаю вам да если бы эта деятельность было бы мне по душе вот же в чем дело вот все люди думают мое предназначение мое предыщут там свое предназначение то что вам по душе запомните друзья значит ложится на ваши способности вот а когда вы полно думаете только вот заняться ли этим или не эти может это перспективно сегодня это модно это доходно а на душу не ложится значит она вашем соответствии нету некоторого это первое значит надо чтобы дело было по душе и там вы обязательно добьетесь успеха а если дело не по душе но тогда вам тем более надо снимать напряжение лишнее которое возникает когда вы занимаетесь неприятным для себя делом вы перенапрягаетесь по этому время от времени чтобы снимать это утомление это выгорание ключ конечно и в первом случае нужно во втором случае еще больше так вот насчет понятие дозы вот второе то что я хотел сказать там написали а что такое доза друзья мои если вы участники школы не знать о том что включая синхронизирующие упражнения критерии подбора путем перебора того чтобы каждый из нас подобрал именно свои упражнения не делал чужие которые мне менее эффективно именно свои которые дозы но эффект и раскрепощение и восстановление бодрости и уверенность и снимаются зажимы блоки так далее включают интуицию надо же понятие дозы знать что такое а значит это человек не читал никогда мою книгу украшение стресса поэтому я сегодня дома вообще было бы странно если вы школу дети ходили и азбуки не знаю но это вообще удивительно рекомендую всем вот у нас сайт стресс точка су и сайт хасай точка ру меню и там есть магазин там есть кликнули и там выскакивают книги вебинары вот вы меня тогда мучить не будете а то я такой видите извините разносторонний что я никак не могу школу продвигать развивать таланты потому что мне все время звонят тетеньки дяденьки у меня нога болит у меня коленка болит я спать не могу я постоянно разрываешь на части понимаете а мне же сосредоточиться там на стене школы что написано сохранение разума на планете мы же для чего для того чтобы сократить кризисы и войны правильно для того чтобы люди меньше нуждались лекарствах мы даем научный метод ключ научный который все другие методы в мире которые есть они не научны мы даем научный метод и сейчас будем выдавать национальную идею генератор образа будущего она уже написана федя макаров ее редактировал через неделю она будет опубликована там 50-60 страниц мы ее писали я не описал у меня уже голова квадратная такая короткова попросили наталью чтобы она там посмотрела последние эти самые опытным взглядом критика такого она такая умница я не знаю 30 лет у меня вот фотографии думаю 30 лет назад молоденькие такие были молоденькие красивые вот посмотрите наталья короткова я ее очень люблю я ее очень люблю это мои друзья наталья и муж володя дети это мои друзья а вот я как индийский этот самую из индийского фильма волосы то какие черненькие а носик то какой здоровенький ну короче говоря друзья пожалуйста книжку украшения стресса потому что сейчас скоро выйдет новая она уже там в издательстве выйдет новая потом еще выйдет следующая ну это просто паразит потому что может просто так не сидим я работаю 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 и наши вот участники нашей школы а мне сказали какая у вас выдающаяся школа какие у вас участники школы да я горжусь такими участниками что но не влад только там орлов влад орлов это конечно это моя правая рука федор макаров сценарист потрясающий человек такой серьезный который сделал тогда фильм вот этот ключ к мечте откройте youtube ключ к мечте посмотрите пожалуйста много у нас там много-много я горжусь нашими ребятами нашими девочками у нас там и поэты заслуженные нашей школы да у нас там и писатели ракетавы ракетавы ну ладно короче вы там все друг друга знаете я просто о чем хотел сказать я сейчас жду переводчица наталью чтобы мы здесь сделали подготовку штурма на английском языке она будет переводить я там объясню что мы хотим сделать вот потом между еще одну даму очень с уважением отношусь повышенная сделала мне предложение чтобы нашей школе помочь там программу я хочу и попросил ее чтобы мы вместе с ней вышли в эфир и мы будем ей задавать вопросы я там напишу вопросы и будем задавать чтобы вся школа смотрела на каком уровне с ней взаимодействовать конечно обещает продвинуть нашу школу а я ответственность несу за нас за всех потому что я тоже в двух лицах и как создатель школы как сам по себе вот но я не соответствую поэтому я всякие договоры и прочих десяток не посоветовавшись с вами не заключаю ну поэтому хочу чтобы она вместе со мной выступила мою спросим чтобы нам наоборот помогли выпустить методику мир и выпустить нашу национальную идею мир и на самом деле сделать мировой мозговой штурм который отработан на нашем модельном мозговом штурме чтобы решить проблемы наших участников и потом эту модель сделать международной там собрать условно говоря мудрецов планеты научить их научному методу ключ чтобы они могли быть эффективны и создали такой неконкурентность энергетический диалог и решали глобальные проблемы человека человечества и сократили кризис его для этого и наша школа а вот там которые мне звонят дяди и тети у которых нога болит пальчик болит или там простудился ну не знаю но отдельно это надо как-то делать нельзя меня все время раньше пожалуйста 19 часов но никто не звоните но мне же жить тоже надо правильно а вы лучше посмотрите чем мы в школе занимаемся и вот когда ваша голова будет занята более выдающимся делами когда вы будете чувствовать что вы не только себе но еще и другим помогаете вас включится аптека потому что маленькие задачи аптека не включается когда большие задачи у человека у него энергия появляется больше да да люди вообще заметили в больницах заметили когда больной тяжелый лежит например а рядом положили еще тяжелее это тяжелый начал ухаживать за тем тому помогать и сам выздорове потому что акцентация внимание меняется и так если дело вам какое-то по душе вы обязательно в нем добьетесь успеха до встречи друзья до встречи до встречи